Госкомрегистр Республики Крым выполняет заявки администрации Симферополя на оформление права муниципальной собственности. Речь идет о жилых помещениях, которые не могут быть переданы людям в частное владение по причине отсутствия надлежащей документации. К примеру, общежитие принадлежит заводу, однако впоследствии предприятия расформировывают. Для того, чтобы люди могли на законных основаниях проживать в своих домах, жилплощадь сперва необходимо передать в собственность города. Вопрос приватизации, он у нас, скажу, болевой, и все горожане ждали, когда все-таки этот лед тронется, скажу так. И то, что сегодня происходит в преддверии празднования Дня города, я думаю, символично, и коль и уже лед тронулся, повторюсь, значит, мы уже вышли на систему, поэтому надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем сотрудникам спасибо, и я думаю, нам еще долго-долго предстоит сотрудничать и много добрых дел сделать для горожан. Теперь дело за малым. Администрация должна принять решение о предоставлении права на имущество частным лицам. По словам председателя Госкомрегистра Крыма, в ближайшее время городу будет передано еще полторы сотни документов на жилплощадь. Помимо этого, Александр Спиридонов преподнес симферопольцам и второй подарок. В скором времени на улицах крымской столицы появится несколько десятков новых урн для мусора. В основном мы не видим в достаточном объеме урн. Ты готов бы донести бутылочку с-под воды пустую, когда допил, бумажку там, окурок и прочее до урны. Вопрос, где он? Как по мне, в таких местах массового обещания нормальная плотность, это каждые 50 метров, чтобы стояла урна. Да, надлежащим образом закрепленная, ибо чего уж греха таить, разные у людей бывают настроения, в том числе и вандального характера. Всего 30 урн по 15 единиц на 20 и 30 литров. Александр Спиридонов высказал пожелание, чтобы новые места для сбора мусора появились в районе улицы Пушкина, а также на набережной возле музыкального училища. Только таким способом, по мнению председателя Госкомрегистра, можно приучить жителей Симферополя не мусорить в городе. Егор Зайцев, Евгений Стариков, служба новостей ТВ.